мой прекрасный детский свитер с рванию вызвал массу вопросов как же сделать такие рванюшечки по низу изделия сейчас покажу как я делаю дырочки в принципе на гладком полотне из лицевой глади и в конце покажу как раз как сделать вот такую рвань полотно вяжется снизу вверх если хотите рваный край чтобы сделать дырочки в лицевой глади мы выбираем место нашего узора например я провяжу несколько петель теперь я делаю накид и чтобы этот накид потом не съелся после стирки и оставалась дырочка следующие две петли я провязываю вместе далее просто продолжаем вязать полотно до желаемой высоты дырочки еще очень красиво смотрятся дырочки вот прям по низу изделия необходимо спустить петлю которая будет доходить до конца и задействовать резинку то есть мы при вязании просто делаем накид одну петельку спускаем и продолжаем вязать дальше этот накид заменил нам спущенную петлю ее мы впоследствии просто распустим до самого конца и получится вот такая классная дырочка вернемся к нашей первой дырочки где мы делали накид и убавку вот накид у нас идет рядами по петелькам и например можно рядом с этой дырочкой сделать еще одну так будет более симпатично я провяжу просто одну петельку и точно также повторю накид и одну убавочку эти дырочки у меня будет на разном уровне 1 пониже другая повыше и продолжаем вязать дальше полотно по узору связав желаемую высоту дырочки нам необходимо спустить петлю которая была вывязана из накида а из следующей провязать дополнительное мы поднимаем стенку предыдущей петли на левую спицу провязываем новую петельку и за ней основную петельку которую мы спустили можно до конца распустить и у нас образуется дырочка следующую свою дырочку я провязываю еще немножко выше и следом тоже распущу связав еще немножечко высоты для второй дырочки я спускаю петлю и из следующей провязываю дополнительную вот такой узор получается дырочки в полотне сформировали теперь вернемся к низу изделия здесь можно просто смело брать ножнички и вырезать так как вам нравится можно разрезать вот так прямо поверьте ничего не распустится лишние ниточки убегут вместе со стиркой я обычно сначала разрезаю а потом кидаю в стирку то есть вверх не распустится на связание идет снизу вверх поэтому петли распускается сверху вниз и при таком способе ничего не распустится и здесь например можно как-нибудь волнообразно до вырезать сейчас мы это сделаем как-нибудь дугой чуть ниже и например чуть повыше ну вот таким образом у нас получается рваный край при стирке как раз все это разлохматиться и станет таким каким должно быть постирала образец в машинке как видите ничего здесь лишнего не распустилась все как было так и осталось